Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, романтики и любители хорошей, красивой, мелодичной музыки. В эфире телерадиоканал Страна ФМ. Меня зовут Роман Шахов. Рядом Александра Хайрулина. Мы вас искренне приветствуем, друзья, и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Ромарио. Всем привет. Привет, привет. Ром, здравствуй. Последней нашей встречи прошел целый год. Да ладно. Можете себе представить. Слушай, у меня написано 19 октября 17-го года. Прекратите. 17-го Александра. Два года? Почти два. О, боже мой. Как время летит. Это ужас какой-то. Ты повзрослел уже, смотри. Да нет, я хотел только рассказать, что он совершенно не изменился, нисколечко. А Ром сегодня, конечно, с группой Ромарио. Ничего не изменилось за это время, Ром? В нашем случае. Ну, группа другое имя не приобрела, а другое имя? Все те же. Артем Вячеславович Сергеевич. Артем Вячеславович Сергеевич. Артем тоже за это время ничего нового не приобрел. Пошумися на басу. Артем, пошуми на басу. Да, чтобы все подумали, чтобы узнать, что ты настоящий. Вот наш Александр Фомин. Здравствуйте. Саша, добрый вечер. Саша, добрый вечер. Сыграй на чаймсе. Девушки любят, когда ты играешь на чаймсе. Покажи, как будто сейчас песня о лсу начнется. Ой, какой звук. Боже мой, аж ворошки. Ну, посмотрите нашего самого холостого и бородатого участника коллектива. Колямба. Колямба. Привет. Девушки не любят, когда я играю. Колямба, да. Да, девушки просто любят Колямбу. Не важно, что он делает. Играет, не играет. Просто он должен быть и находиться обязательно в группе Ромаро. Ром, дорогой, ну что, наша встреча же, она не случайна. Очень много ярких, интересных событий. Наконец-то поклонники твои дождались. Дождались. Ты уделяешь нам время. Ты даришь нам новые песни. Я хочу, чтобы все вот это новое ты сейчас и озвучил. Какие сюрпризы прям в самое ближайшее время нам стоит ожидать от тебя? На следующей неделе выходит наш новый альбом. Предыдущая пластинка была записана и издана аж 6 лет назад. В три раза дольше, чем мы не виделись. Поэтому для нас, конечно, это огромное событие. Скажу честно, я после того альбома думал, что больше мы записывать альбомов не будем. Он был настолько успешен, что он уже кормил вас и может прокормить и дальше. Наоборот, по счету четвертая пластинка, та была третья. Она была записана через полгода после выхода альбома «Счастье», где на второй нашей пластинке произошло такое воссоединение. Потому что до этого у нас первый альбом был записан с Чижовым Аргулисом, и мы в основном с Колямбой вдвоем играли. Первое время в Москве у нас такой был период безвремени, все пытались встать на ноги, и поэтому мы группой не играли. И вот с альбома «Счастье» 2012 года пошло наше воссоединение Екатеринбургское. И на волне успеха мы через полгода сразу же записали альбом, состоящий из песен, которые мы от радости записали. И как-то эти два альбома за один год, это было, во-первых, это и финансово, и мне показалось, как-то это нерентабельно. У этого третьей пластинки не было. Ну, тогда тыкать было чуть-чуть, больше было, меньше осознанности, а больше желания записать. Для души, да? Да, да. Мы записали ее живьем, то есть она автоматически ничего на радио, например, нельзя было. То есть как-то продвигать непонятно было какую-то живую пластинку. И я подумал, наверное, все, закончилась эта эпоха, и будем записывать синглы. Это какой-то ужас. В смысле, я имею в виду эпоха альбомов. Ну да. Потому что альбомы мы все время записывали в какой-то концепции, то есть именно альбомом. А теперь получилось наоборот, просто накопилась сначала критическая масса синглов. И я когда стал составлять какую-то пластинку, сразу же пошли новые песни, и вот получилось так, что мы писали уже не альбомом, а просто каждая песня-то отдельно записанная. Я когда написал список музыкантов, которые приняли участие, потому что вот не было такого, что мы сидели, пишем бас-гитару в 10 песен посидим. То есть тут получилось, что каждая песня-то какое-то вот событие. Она, несмотря на это, очень цельная. Такие музыкальные истории получились. Слушается, и я очень доволен. И может, вообще впервые в жизни вот этим альбомом как-то удалось самовыразиться. На следующей неделе состоится презентация этого альбома на музыкальных платформах в интернете, я так понимаю. На этот раз и такие физические носители мы не увидим. 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 Да, вот я надеюсь, что в пятницу уже с завода приедет партия. Ух ты. Просто она не будет ни где продавать, ее можно будет купить исключительно. На концерте, когда выступление, да. Сувенирная уже продукция. То есть это прям лимитированная коллекция такая. А все остальное можно спокойно со следующей пятницы слушать. Он откроется на 120 цифровых платформах, и можно будет везде слушать. 28-го за день до этого в Москве пройдет презентация этого альбома. Где? Лимит роль мюзик-бар в Тверской, прямо вот в здании почтам. То есть люди придут, послушают, посмотрят и как бы сделают выводы для себя, стоит ли им скачивать или не стоит. Они придут, послушают и будут ждать с нетерпением полностью, чтобы скачать. Ну и друзья, потом 2-го марта в Санкт-Петербурге. В Питере в клубе Ящик. Это суббота, всех приглашаю. Питерс, петербургцев, они не очень любят, когда питерцы говорят, петербуржцы. И 14-го еще апреля в нашем родном Екатеринбурге в клубе Центр. Вот совсем такая вот новая новость, молния. Три презентации. 14-го марта, да, в клубе Центр. А в Екатеринбурге сейчас наш такой самый модный передовой клуб. Учитывая, что 6 лет ждали от тебя альбома нового, твоя программа, наверное, как называется? Ну, наконец-то, ну, заждались. Нате, получите. Какое название? Долгожданный, может быть, просто так и называется. Они ждали? Называется все это дело не ради радио, а по заглавной песне альбома. 26-го, кстати, числа, февраля, выйдет клип. Мы буквально закончили съемки. Ну, наконец-то, ура! А, будет прямо... Потому что предыдущий наш клип, он тоже был эпичный. Такой же, как вот нынешний. Но он был на песне «Давайте пропьем федеральный бюджет» и автоматически, то есть он был закрыт. Да, да, да. А сейчас? Да. Ради радио, я уверен, что у него будет счастливая судьба. А сейчас «Россия вперед» называется твоя песня? Не ради радио. Клип, мне кажется, да, будет. А, не ради радио? Подожди, так и называется и альбом, и клип новый как раз. И клип, и альбом, и... И вот заглавную песню. Сколько нетленок в новом альбоме? Я могу сказать, что там уже вот... Нет, там все нетленки. Все, да, но я и говорю, я и говорю про то, что я имею в виду сколько. Их 15, 4 стихотворения я записал. Так. То есть 15 треков плюс 4 стихотворения. 11 получается, плюс 4. Владовитый какой, смотрите-ка. Настолько стало всё нравиться, что происходит, мы стали записывать, что 4 песни даже были убраны, потому что они уже не проходили мой внутренний сенс. То есть они отдельно мне нравятся. Там опять что-то про бюджет федеральный было в них или нет? Бюджет как раз на самом важном месте. Давайте пропьём федеральный бюджет, стоит прямо перед песней «Улетаем в похмелье». Там всё на местах. В общем, послушайте. В общем, Ромарио, нам нужно переходить к музыкальной части нашей эфира. И скажи, пожалуйста, у нас будет сегодня... Отлично! Поехали. Новая песня, собственно, сыграем её как премьеру. На-на-на-на-на-на-на-на На-на-на Эту песню не спешу нести. На радио не мечтаю о хит-параде я Там ее раздавят словно виноградину И прольюсь вином по эстраде я А возможно попади она на радио Кто-то праведный крикнет крадина Так что лучше допишу ее в тетради я Смеха ради но не ради радио Пора играть ее Вдыхая дым отечества густой Не ради радио Всю ночь орать ее Из дома выбегая Как толстой Эту песню не спешу нести на радио Мне она и так все наладила Я в своем формате, но в чужом раскладе Я это вроде как демократия Я не ради радио Пора играть ее Вдыхая дым отечества густой Не ради радио Всю ночь орать ее Из дома выбегая Как толстой На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Радиоканал «Страна-ФМ». Конечно. Спасибо. Мировая премьера «Ромарио» ради радио. Красиво. Отлично. Слушайте, сколько в ней романтики, и главное, сколько в ней «Ромарио». Изящество в стихах. Это правда, да. Рома, спасибо. Какая прелесть. И вот, конечно, очень хочется узнать, а что же там с клипом такой интересной от тебя придумалось? Федерация медиков спрашивает, да, Рома. Не хочу раскрывать именно интригу и финал, да, что происходит, но все действие клипа происходит в хирургии. Хирург Ромарио, ассистент хирурга Каляма, антезиолог Артем Вячеславович Сергеев и медбрат Александр Фомин проводят очень сложную операцию. Мы, на самом деле, снимали 18 часов этот клип и половину времени точно провели у операционного стола. И вот, когда мы досняли последнее ощущение вот это после 19-часовой смены непрерывной, ощущение, что мы действительно провели эту операцию. Ну, а дальше происходит чудо. Слушай, как неожиданно. Это прям неожиданно. Казалось бы, текст диктует следующий сюжет. Вот некий молодой артист, он несет свою пластинку, и вот ворот-поворот. Здесь, значит, все радиостанции показываются. И он садится где-то, может быть, в переходе, начинает петь, и тут народная любовь. Одна из первых, один из первых вариантов сценария урежиссера была. Но я говорю, давай прямо совсем, надо создавать новые смыслы, и все это в песне уже есть. Тем более, все равно я считаю, что она такая, не обязательно про молодого артиста, как бы тут такая метафора через эту песню про то, что, в принципе, надо заниматься вот своим делом, делать. Какой ты молодец. В любой профессии это применимо, не ради радио, не ради чего угодно. Что-то есть, у каждого в жизни есть какое-то радио, да? Ну да, условно. И это когда-то произойдет. Важно делать не ради радио, а ради музыки, да, ради, там, не знаю, кто-то, хлеб печет радио, потому что был вкусный хлеб, который люди... И тогда уже придет вот то самое. Удивительно, впервые в истории группы «Ромарио» именно песня в нашем исполнении, в основном крутятся песни наши, но в исполнении других артистов. Первая песня не ради радио попала вот на все крупнейшие радиостанции, в чарты, вот так вот такая рифма судьбы. Сложно представить ее, например. И написание ради радио, написанное специально для того, чтобы не взяли на радио, попала на радиостанции. Мы очень ждем клип на эту песню, и надеюсь, что у нас случится, именно у нас случится мировая премьера, и самые первые красоты. 26 февраля, я сразу же пришлю. Да, договорились, ждем, друзья, будьте обязательно в теме и в курсе, что называется. Значит, еще расскажи, пожалуйста, что будет абсолютно правда первого апреля у тебя. Первого апреля? Да. Надо же планировать заранее наш досуг. Особенно досуг первоапрельский. Да. Ну, к счастью, это понедельник, я думаю, у конкурентов у нас не будет в этот день, потому что на сцене Московского Дворца молодежи мы уже третий раз представим нашу программу. Она называется вообще-то Большой симфонический квартирник, но все ее называют в простонародье Рим, потому что Аромарио Ивашенко Макаревич, Алексей Игоревич Ивашенко, легендарный наш автор-исполнитель, Барты, король мюзикла и вообще мультижанровый поэт-композитор-исполнитель Андрей Вадимович Макаревич, струнный квартет «Аристократ», группа Аромарио, и мы вот в такой упаковке играем по восемь наших песен в струнно-акустическом варианте, читаем стихи, вместо того, чтобы болтать между песнями. А будет ли там место для смеха и веселья, ведь первое апреля? Ну, во-первых, будет у нас два специальных гостя, Ирина Богушевская, а по поводу места для смеха будет еще Валерий Сюткин, который будет отвечать как раз за этот участок. Ну, мы как-то распределим гармонично. Там, конечно, будет не только место для смеха. Мне очень понравилось, как один из концертов начал Владимир Высоцкий в каком-то институте, теперь студентом выступаю, он сказал, что сегодня программе прозвучат веселые песни, чтобы вы не очень устали, но и будет много серьезных песен, чтобы вы не очень отдохнули. Так же и вы постарались первоапрельскую программу. Постараемся. Ну да, слушай, это очень интересно. Рома Драговна, скажи, пожалуйста, чем же ты занимался, если так скажем, ну вот эти два года, если так пойдем, отчет от нашей встречи? Вот последний год был очень плодотворный. Опять же, мы сыграли два таких вот Рима. У группы Ромарио последний пост в инстаграм в 2014 году датирован. Это другой инстаграм, Это другая группа? Да, я забыл пароль от этого инстаграма. И не могу туда... А люди вот так зайдут, и же подумают, что как бы тогда все и закончилось. Мой личный аккаунт, конечно же, там продыху нет от наших активностей. Поэтому на моем инстаграме последний пост датирован. Да, ты назови его, пожалуйста. 15 минутами, сколько мы сидим в эфире. Ром, назови правильный инстаграм, пожалуйста, подскажи его. Фото Ромарио, только первая буква Ф, не П Эйч, да, 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 да. А Фото Ромарио. Почта моя называется Почта Ромарио. Я очень удобно по-английски, слово не склоняется, поэтому можно ко всему по-английски. Ромарио, и всем удобно. Вот так, друзья, смотрите. К чему не успел присоединиться футболист Ромарио, к тому присоединился, да. На руке даже написано. Посмотрите, как я присоединился. Абсолютно да. Как я плотно присоединился. Вообще, все, все, Саша, на века говорит. А где у меня такая штука? А у тебя нет. Не сделаю. Ну ладно, хорошо. Слушай, потому что я тоже в определенной степени имею право на такую. Слушай, ну это же в Екатеринбурге все Ромы Ромарио, а все Коли Калямбы. Это же известная история. А все Артемы, Артемы Вячеславовичи. В Екатеринбурге все Вячеславовичи. Чистая правда. Уж это хочется прямо на этого Вячеслава, отца Екатеринбургского продадородца заслуженного посмотреть. Мэр наш. Он не заставит себя ждать. Вячеслав Сергеев. Слушай, ну а Саша, про Саш есть у вас какая-то информация? Какие Саши? У нас, кстати, самое редкое имя. Кстати, нас окружают Сан Саныча. У нас вообще по нашей жизни, по судьбе, по судьбе, как я сказал, некрасиво, в нашей судьбе мы окружены Сан Санычами. Вот Сан Саныч. Есть Сан Саныч Шевченко, да? Конечно. Сан Саныч Пантыкин, дедушка уральского рока. Вот первый наш такой вот папа, ну или дедушка, который вот в Екатеринбурге еще пригорел, видал нам первый. Или, например, познакомил уже в Москве с Евгением Маргулисом, что тоже дало определенное. Ну, там сыграло роль в нашей судьбе. Конечно. То есть вот Сан Саныч Пантыкин, от него мы перешли к Сан Санычу Шевченко, параллельно у нас Сан Саныч, более того, дочка Александра, тоже Александра Александровна. Сан Саныч младшую еще есть. На саунд-продюсер альбома «Не ради радио» почти все песни сопродюсированы, то есть Ромарио и Колямба и Санни Суан, так у него псевдонимы. Это Сан Саныч Пантыкин младший. Как классно. Я сейчас вспомнил, Сан Саныч, да, так что... Ну, и сегодня тоже Александр перед вами, так что как-то вот оно все видите, все равно так или иначе эти варианты в разных вариантах это имя все равно присутствует рядышком. Мы продолжаем презентацию нового альбома. Тогда мы споем совсем-совсем новую песню. Это как раз разговор о том, что стали... Я когда стал формировать пластинку, понял, что вот она уже почти готова, и у меня дух от этого захватило, и пошли новые-новые песни, четыре новых песни, то есть впервые будут услышаны вот именно на альбоме, и это та самая-самая поздняя, написанная вообще в декабре. Свежак. В январе мы ее записывали и вот сводили, и вот раз уж мы про Сашу заговорили, тогда хочется Саше спеть эту песню. Мне кажется, она найдет отказ. Спасибо. Саша. СМЕШЬ 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 Улетай на юг Тогда, в 2008-м, судьба вас временно свела Он тронут был твоим умом, и тем, насколько ты смела Вечерний пляж почти дремал, не осязая мокрых тел Он громко вслух читал роман, из рук твоих клубник уел Но вдруг ты словно взорвалась, и в буйство пены и песка Плелась студенческая страсть, а два клубничных лепестка Попали в жуткий переплет несвязанных тексты единиц И дни, и годы напролет лежали между тех страниц Улетай на юг, если все приелось Будет тайною, то куда ты делась Это легкий трюк, но большая смелость Улетай на юг Вот день похожий на настой, а жизнь отвар из этих дней Вот он все более густой, и пить такое все трудней В нем пострашней, чем яд змеи, щепотки нескольких голгов Друзей, врагов, себя, семьи, интриг, болезни и долгов Но вдруг устав от вечных тем, про ум, про совесть и про честь Решая в полутемноте, чего-то прежнего прочесть Внезапно выхватит рука до книгу, где лежат письмом Те два клубничных лепестка и ты в 2008 Улетай на юг Улетай на юг, если все приелось Будет тайною, то куда ты делась Это легкий трюк, но большая смелость Улетай на юг Улетай на юг Улетай на юг Улетай на юг Будет тайною Это легкий трюк Улетай на юг Улетай на юг У-ху! Ромаре, друзья! Концертный зал «Страна-ФМ» Спасибо! Ну, на юг или в Таиланд, да, тоже можно же улететь, скажи Может, нужно Сколько было проведено в этой прекрасной стране времени? Три недели? Да, почти Почти три недели Вот как раз мы записали эту песню И я улетел в Таиланд И уже со студией мне присылали какие-то первые варианты микс Я уже был в Таиланде Ну, ты все равно продолжал, естественно, работать, да? Таким образом Ты отслеживал какие-то пожелания, комментарии оставлял? Конечно, но там, так как уже готовился выход альбома, то работа... Ну, было очень приятно, в Таиланде плюс четыре часа И поэтому, ну, то есть, когда ты просыпаешься в десять, ну, с детьми в восемь утра, в Москве четыре И спокойно можно не беря телефон до обеда Точно никто не позвонит До двух часов дня Вот это можно только проводить с семьей Дальше дети должны спать, уже вечер И вот в два часа начинается десять по Москве И проснулась Москва Просыпается, да, мафия И как раз с обеда начинается деловая такая жизнь Вот это вот по времени очень удобно По поводу мафии музыкантской Расскажи, кому вот за это время ты написала новые хиты? Кого осчастливил-то? Хиты-то я даже не знаю Давай, какие песни? Ну, последняя пластинка Александра Кутикова Так Которая называется Бесконечно мгновенно Вот вспомнил Я понял, что я ни разу и слух не говорил название, да А вот там есть несколько песен с моими стихами То есть музыку писал Александр Викторович Либо он брал мой стих и написал музыку Либо я брал его музыку и писал И так, и так там есть разные варианты коллаборации И уже только вышел альбом Я написал еще один стих, выложил на Фейсбуке Он говорит, как же, почему же ты раньше написал? И он тут же записал эту песню просто под гитару И ее взяли вот тоже в радиоэфиры И вот она идет, как бы внезапно вышел альбом Но песня крутится в эфире вне этого альбома Так что вот с Александром Викторовичем мы с Валерием Сюткиным Мы вот готовим еще одну песню Так, отлично Под названием «Незбитый летчик» А вот она войдет, у него скоро выйдет пластинка И он в двух версиях ее делает Такой веселой и иерической Она откроет альбом и закроет двух разных версий Ух ты! А вот Затейливо А так просто я так редко стал писать Что вот все в дом, все хочется уже только для себя Ну видишь, однако все-таки какой огромной популярностью Ты пользуешься именно, даже не знаю, как правильно все-таки выразиться У артистов, ну уже у артистов-артистов Матерых мартистов Давно всем известных артистов, скажем так Не у молодых там начинающих Да, да, а там даже Вот у актуальных артистов не пользуюсь популярностью И даже когда бывает просто какое-то предложение Уже на этапе, ну первых каких-то вот принюхиваний Уже мы понимаем, что мы немножечко конечно А как тебе кажется, почему что? Потому что ты не знаешь слово хайп, ты не знаешь слово там Вотсап, там не можешь песню вплести как-то какие-то такие вещи там Даже могу Фото в инстаграм, там что-нибудь такое Наоборот, когда вышла первая пластинка имена Очень многие как раз обвиняли, что как раз такая лексика Там у нас какой-то диван Диван из Икеи, там были Доширак Ну какие-то вот такие Ну а секс тоже В твоих песнях такие песни звучат Слова звучат в таких песнях А у нас во всех, ну в Артёме Вячеславовиче уже меньше Ему уже 64 скоро будет Так, друзья, на этой ноте мы должны сделать паузу Давайте все посмотрим Мы должны сделать паузу, да Артём Вячеславович уходит из большого секса у нас в следующем году Мы вернёмся скоро, продолжим Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Дамы и господа, Роман Луговых, группа «Рабарио» Сегодня в концертном зале Мы слушаем прекрасные песни Новые песни Песни, которые вы, собственно, услышите уже очень скоро И всё это случится в Москве На презентации альбома «Не ради радио» 28-го Все подробности в интернете 28-го концерта? 28-го концерта 1-го марта выход альбома 2-го марта презентация в Питере «Не ради радио» Ждите, предвкушайте И сегодня в нашем эфире исключительно премьера Ромарио исполняет новые песни Предлагаю срочно перейти к очередной новинке К очередной мировой премьере Она, кстати, не мировая, но эта песня удивительная Она вот последняя запрыгнула Мы уже, мне кажется, даже, может быть, пели у вас в эфире пару лет назад Но последняя песня, которая запрыгнула в уходящий поезд альбома Мы записали ее уже в конце января И она даже вытеснила ее другую Потому что она настолько получилась мощной на записи Претерпела ли она какие-то изменения за эти два года? Кое-какие Все-таки, да? Особенно на записи Но там надо слушать Там все очень хорошо Песня «Калямбина» Я автор только слов Я автор своей версии этой истории Повествование начнет «Калямба» Давайте и мы похлопаем Пожалуйста, да, действительно И он сейчас вам начнет рассказывать Идущие щипательные истории А я продолжу Песня «Калямбина» В похмельном сне за стойкой паба Услышал я, что на Руси Жила-была одна баба Жила в краю нечистых сил В избу горячую вошла бы И на скаку коня могла Жила-была одна баба Но белый свет накрыла мгла Но белый свет накрыла мгла И осознав беды масштабы Своих детей перекрестив Взяла метлу одна баба И той метлой Под бездорожью и ухабом Гнала врага ее метла Жила-была одна баба И эта баба всех спасла И эта баба всех спасла В похмельном сне за стойкой паба И я о ней слыхал не раз Жила-была одна баба В стране похожей на парказ В тот год был шторм Трясло не слабо А впереди Белели льды И на корме Одна баба А экипаж Упился в дым А экипаж Упился в дым И осознав беды масштабы Своих детей перекрестив Взяла весло Одна баба И тем веслом Давай грести Закрой глаза Представь хотя бы Последний взмах Ее весла Жила-была одна баба И эта баба всех спасла Жила-была одна баба И эта баба всех спасла И эта баба всех спасла Да, друзья, я сегодня по всему и вас спасет, и нас спасет Это самая баба И пока мужчины пошли мыть посуду Мы продолжим общаться с Ромарио и его коллективом А я вот хочу спросить, как ты думаешь, а почему Валерия все-таки не попросила тебя эту песню исполнить, Ром? Взять репертуар, а? Как ты думаешь? Ну это была-была-была Была-была На свете дама Скорее всего Эта дама всех спасла Слушайте, ну что где-то Рома, в одном из интервью ты признался Ну правда это такое уже более пяти лет тому назад интервью Вот ты сказал, что к пятидесяти годам я думаю, что я уже стану таким очень авторитетным музыкантом Скажи, пожалуйста, вот какие кирпички уже заложены? На правильник продолжается Время на подходе Да, вот Артем Вячеславович уже стал к пятидесяти годам В общем Да, конечно, движемся потихонечку вперед Набираем вес и авторитет Ну время еще есть Конечно Планы у тебя по-прежнему не изменились? Ну так вот Играем музыку и все И дальше что-то происходит Но Пока что движение поступательное И это ощущаем Это очень приятно Хочется подольше, чтобы оно было именно поступательным Не достигать какого-то потолка И потом, например, в таком статусе жить А вот Это как раз тот возраст 50 лет, когда вот Хочется еще двигаться вперед А там уже можно зафиксироваться И там уже, ну, другой режим Будет, надеюсь Или в 60 Хотя я смотрю на наших 6-летних уже Я хотела сказать Катаются, играют Ты же с большим количеством таких музыкантов общаешься Да Очень уважаемых, любимых в нашей стране И, ну, в общем-то, вот Примерно так ты себя представляешь В их возрасте Да, есть такие люди Вот, ну, тот же самый Валерий Сюткин Да Мечтал бы так в 60 лет И выглядеть, и себя чувствовать И вообще вести такой образ жизни Такого легкого и независимого человека Которым я тоже являюсь И мы все являемся Легкими и независимыми Это самое главное Мы очень свободные люди От всего И мы даже Ну, в общем, да Свободны от всего И мы никому ничего не должны И поэтому в этом наше счастье и сила Вот И И Таких вот людей очень мало на самом деле И Валерий Миладыч из тех Который Он в какое-то время сказал В 60 лет Я вот Не хочу Играть такие концерты Когда вот Приезжаешь, летишь куда-то 6 часов Потом тебя везут 400 километров на автобусе И ты уходишь на площадь поступать А на тебя стоят люди так смотрят Вот, попроси их заплатить 50 рублей Они уже уйдут Вот И я думаю Я думаю, Валера, что я делаю? Мне 60 лет Ты меня дома ждешь, знаешь И поэтому Я сейчас очень Тщательно фильтрую Все предложения Чтобы вот это вот Именно было всем нужно Скажи Вот этому тебя Научил Валерий Щеткин Да Чему тебя научил Человек, который Вчера отметил свой день рождения Ты его поздравил Это Олег Митяев Да Вот Ну, например, фраза Которая мне очень запомнилась И которая Круто поменяла Вообще мое Какое-то Мировоззрение Тогда Вот на тот момент Мы с ним Я вчера написал тоже на фейсбуке Летели в самолете Выпивали Читали стихи Было очень весело Давненько уже было Это было в 2010 году И я тогда находился Вот такой Волне Я писал очень много актуальных песен Вообще В принципе, песен Вот то, чем сейчас там занимается Например, Семен Слепаков Да Или Слепаков Мне абсолютно Вот какой-то момент Перестало быть интересным А я что-то примерно такое Я любил написать что-то на злобу дня И это Протухало моментально А сейчас еще быстрее Время вообще летит так, что Сегодняшняя повестка дня Уже завтра не актуальна Конечно А раньше она хоть там держалась Там пару недель Вот И я что-то смешное Как мне казалось Я знаю, что я прочитал Вот И это до сих пор, кстати, смешно Вот И я ему прочитал стихи Я такой сижу довольный И он так вздохнул И с полной Ну симпатией Он очень Конечно У нас взаимное чувство есть И он сказал Рома Ну мы же с тобой лирики Что ты вот это пишешь Что-то Надо И он сказал, что лирики А лирикам свойственно Приукрашать действительность Поэтому Мне вот такое Вот то, что ты вот это вот Описал то, что и так есть Угу Мне вот это неинтересно Я так задумался Что действительно Ну Если есть какая-то задача Вот может быть Делать жизнь чуть лучше И облегчать жизнь Да Или делать такой мир Хотя бы в песнях создавать Конечно В котором есть Которому надо стремиться Которому надо стремиться Вот И как-то он помог конечно Очень сформулировать Вообще цели и задачи Я вот сейчас думаю А если бы на месте Олега Митяева В тот момент Ну как вариант Какого бы Ромарио получили Олег Григорьевич Спасибо С днем рождения Он мне сказал Знаешь так Ромарио Надо так рубить прям Ржеско Резко Чтобы прям вот Чтобы эти радиостанции Или телеканалы Замучились запикивать тебя просто Чтобы они ни одного слова русского Не нашли нормального там Да Ну я Я только Хорошее впитываю И учусь Какое счастье Давай мы это хорошее Услышим сейчас С огромным удовольствием Будем излучать в эфире страны Эфемро Давайте мы сыграем песню Которая Несмотря на то что она Входит в наш новый альбом Уже года два-три Является одной из наших Визитных карточек И не без помощи Валерия Сюткина И пока Такая вот зима Прекрасная стоит Она очень Эта песня Этой зиме Очень подходит И наоборот Эта зима этой песни Тоже к лицу И я желаю Оставшуюся Зиму провести В таком состоянии Влюбленности И Может быть На небе Наши бабушки Смотрят Голубые огоньки Этой зимой Шансов Этой зимой Влюбленности Сердце Всем стало теплей Этой зимой И Этой зимой Этой зимой весна, давайте скорее вот эту вот весну притянем. Зима уже немножечко, конечно, все бы додоело. А ты говоришь, даже эти последние денечки с другой стороны, может, потому что песня зимняя, если ее надо как-то представлять хорошо. Да, наверное. Роб, пишется тебе, кстати, когда? Весной романтичная пора, осень или тебе все равно? Осенью точно. Это я вот заметил по нынешней осени и вспомнил состояние. Так вообще пишется, с похмелья хорошо пишется. Это понятно. Ну, слушай, это такой метод, на котором далеко не уедешь. Понимаешь? Не, ну это проблемные какие-то. Я никогда не пишу и не помню, что такое я написал. Доходя из состояния алкогольного пения. Ну, не наши методы. А вот так вот бывает, что утром после какого-то праздника, видимо, обостренное состояние. И вот все. Связь с космосом прям точная. Да, кожа становится тоньше и образы как-то вот какие-то очень необычные появляются. Вот. Но я... Не то, что я так пишу специально, просто... Скажи, пожалуйста, по секрету, а вот песни для программ Елены Малышева, Тимура Кинякова, вот «Пока все дома» и тому прочее. После чего, да. Они в таком состоянии были написаны? Ну, «Здорово жить», конечно, хорошо с похмелья идет. По-разному. Я могу сказать, после какого состояния была написана песня «Здоровье», которая вот есть «Здорово жить». Да. Есть? А можешь маленький фрагментик, чтобы те, кто смотрит телеки, чтобы они поняли, о чем речь. «Жить так здорово, здорово, здорово жить». Когда эта песня уже была написана и имела хороший какой-то зрительский отклик, то мне позвонила Елена Васильевна Малышевна, говорит, «Рома, приезжай, есть дело, и дело государственной важности». Что такое? Уже начальство попросило, чтобы даже мальчик написал песню для заглавной программы, экономической программы здоровья. Но там не все так просто, там есть сверхзадача. Я говорю, сверхзадача – это самая любимая. Это мое, да. Да, это мое. Там нужно сказать, что программа «Здоровье» выходит на первом канале, прям в песне, нужно сказать, программа «Здоровье» выходит на первом канале, но не говорить об этом прямым текстом. Справишься? Сложно, но интересно, давайте попробуем. Вот и получилось. Можете проверить в 9 утра, включить первый канал, там, по-моему, 9, да, или 9.30, воскресенье. Припев. Надо нам, плывя по бурным волнам, беречь и силы, нервы. Если нам расставить все по местам, здоровье будет на первом. Ах ты, Камка! Ах, как изящно! Вот так вам! Да. Скажи, Ром, а если поступит просьба вот все-таки выпуск новостей программу «Время» таким же образом оформить, как это примерно может выглядеть? Может быть, что-то уже поступило, Ром, да. Актуальнее. Какой-то слоган, да? Как это? Ну, ты же очень светлый человек, а новости не всегда светлые, поэтому здесь тебе нужны вот как-то новости. Как? Я не представляю. Мне кажется, не справишься с этой задачей. Или нет невозможного все-таки для тебя? Ну, вот сигнал в космос послали. Я надеюсь, что скоро у нее придет заявка. Надо программу «Время». Это было бы, конечно же, эпично подвинуть. Там, что Сверидова звучало раньше. Вот так. Когда «Все дома» хорошая получилась песня. Я вот и очень доволен. Как-то получилось. Мне кажется вообще, что она с нами. Всегда была эта песня. Вообще. Просто с самого детства. Это другая уже песня. То есть была программа «Пока все дома». Да. И она была. Да, 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 да. Сейчас другая. Когда? А теперь она когда все дома. Да, на другом канале, да. И так как права на все осталось в том канале, они полностью сделали весь новый. Это хороший бы повод вообще ребрендиться. Конечно. И написать все новые песни. Собственно, я написал песню «У вас будет ребенок». У них что-то. Да. И вот «Когда все дома». И она получилась прямо... А Тимур оказался нашим таким прямо тонким ценителем. И когда прислал первый вариант песни, и он говорит, так все хорошо, прямо настоящая вот группа «Ромарио». Только мне не хватает бэк-вокала Калиамбы. Можно попросить, чтобы еще Коля спел? Чтобы совсем... Я говорю, Тимур, это я оценил. Это успел. И записали второй верхний голос, чтобы... Вот теперь я слышал, что группа «Ромарио»... Чтобы аутентичный «Ромарио» просто, да, получился. И я так понимаю, что огромное количество программ на разных каналах абсолютно, друзья, звучат с песнями «Рома», «Ромарио». Вот не сказать, что огромное, но я провел такое наблюдение... Но самые любимые. Нет, единственное. На двух... Если брать два федеральных канала на наших главах, первый и второй, по привычке «Россия», который называется, то всего осталось четыре на двух каналах песни. То есть раньше были... Ну, все знали эти песни. «Если хозяин с тобой», «Сергей Супони» и все программы, «Зов джунгл», «Звездный час», шикарные песни. Вообще все начиналось с песен. Моя семья, вся страна это знала. Потом в нулевые началось такой период легкого безвремени. Александр Пушной унес смуту. Он упростил этот жанр до такого «Галилео», «Слава Богу, ты пришел», «Большая разница». И вот он стал пропевать просто название. Так, Пушному досталось, хорошо. И потом все ушло, единственные четыре песни остались. И так получилось, что это все четыре написанные спеты, написанные нами, спеты мной. Группа «Парамарио» исполняет единственные четыре песни. Мы гордимся, гордимся, что ты сегодня в нашей студии. Здорово жить, здорово, когда все дома у вас будет ребенок. Вот так вот удивительно. Ну вот уже, можно сказать, не зря прожил. Рома, продолжай экспансию. Да, нас нет в телевизоре, за редким исключением. Лучшие телеканалы, конечно, нас приглашают. Да, страна FM. Глобально нас нет, но при этом мы в массовом сознании находимся абсолютно инкогнито в ежедневном режиме. Мы очень хотим тебя попросить сейчас спеть, но только не то, что звучит вот в программах на центральных каналах, что-нибудь другое. Как раз пришла очередь этой песни, которая никогда, к сожалению, не звучит на телеканалах. Хотя очень важно понимать, что она исполняется, в ней это броженочаяние народа. Так вот просто простого, как вот мы все с вами. Думаю, что это политическая песня. Нет, она именно просто общечеловеческая и очень добрая. Мы любим такие. И режиссер клипа, который я снял, почему мы вообще стали с ним работать, он сказал, все как какую-то политическую статиру стали предлагать. Мне столько было неинтересно. Все предлагали меня в образе Алексея Навального. Говорю, ну это вообще все мимо. А он говорит, это же песня о любви. Я говорю, о, Илья, мы сработаемся. Давайте пропьем федеральный бюджет, иначе его ждет привычный сюжет. Интриги, злодей, финал не смешной, а так мы гульнем всей страной. Сначала поможет бюджет городской, всем гражданам справиться с трезвой тоской, а после девчонок поздравим с весной, потратив бюджет областной. Мне не надо премии, мотив мой изысканно прост. Я хочу со всеми однажды сказать этот тост. Мне не надо премии, карьерный не важен мне рост. Но наступит время Однажды сказать этот тост. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Однажды сказать, давайте пропьем федеральный бюджет, срывая шаблоны, гружа в кураже, И пусть целый мир изумленно поймет, какой мы великий народ В суровом краю невысоких вождей давно не звучало столь трезвых идей Всеобщий фуршет все проблемы решит загадочной русской души Мне не надо премий, мотив мой изыскан опрос Я хочу со всеми однажды сказать этот тост Мне не надо премий, карьерный не важен мне рост Но наступит время однажды сказать, однажды сказать Давайте пробьем федеральный бюджет Но мне отвечают Уже! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дамы и господа. Какие уже были в этой песне. Сколько в них было драмы, знания жизни. Сколько в нем было еще. Какая светлая и очень добрая песня. И ты прав, конечно, про любовь. Про любовь, конечно. Вообще, любовь во всех песнях Ромарева присутствует. За это тебя и любят, конечно. И эта народная любовь будет множиться в 100%. Потому что очень многие там жалуются. Кому-то не хватает цвета, тепла, добра в наше настоящее время. Вот откуда можно брать. Вот откуда можно заряжаться. 28 февраля. Где заряжаемся? Мумитроль. Да, Москва. Жители, столицы, гости Москвы. Будет абсолютно уникально. Больше мы нигде не сможем, к сожалению, повторить то, что будет. Потому что на пластинке сыграл на струнный квартет «Аристократ». Мы записали три песни с ансамблем «Лайт джаз» во главе с великим Алексеем Алексеевичем Кузнецовым. Легендой советской джазовой гитары. И этот ансамбль «Лайт джаз» сыграет эти песни. То есть мы максимально воспроизведем альбом. Но мы больше не сможем никуда вывести никогда в жизни такой состав. Там 17 музыкантов, которые принимали участие. И это не все, которые там. Я когда писал на альбом список музыкантов, решил всех упомянуть. И понял, что у меня не хватает просто вот этого буклетика. Поэтому вот в Мумитроль Мюзик Бар. Второго мы уже просто группой приедем в Питере в клубе «Ящик». Сыграем эту пластинку. И 14 марта в клубе «Центр». И 1 апреля «Дворец молодежи». Андрей Макаревич, Алексей Иваченко, группа «Ромарио». Струнный проект «Аристократ». Специальные гости. Ирина Бугужевская, Валерия Исюткина. Большой симфонический квартир. Молодец. Молодец. Никого не забыл. Надо было ложиться в 3 секунды. И он это сделал. Молодец. Абсолютный рекорд гостевой в нашем эфире. По поводу света, тепла и добра. Расскажи, как дети поживают. Что у них нового? Ромарио-младшая и Маргарита-младшая. Да, Ромарио-младшему. Роме уже Ромаши. Ромаши и Маргоши. Мы их называем в семье. Ромаши скоро будет 4, Маргоши скоро будет 6. У Маргоши. Начали лезть коренной зуб. Они уже с папой и с мамой ходят посещать светские мероприятия уже. Во-первых, они занимаются. Маргоша суперкруто катается уже на коньках и на горных лыжах. И снова скоро едет кататься. Она занимается 2 раза в неделю, а на коньках 3 раза в неделю. Прям круто. Вы готовите олимпийскую чемпионку. Вот страшно подумать. У нее такие серьезные достижения. Ромаша у нас рисует, играет в футбол. И очень круто поет. И пишет. Они пишут очень смешные стихи. Они ходят и собирают рифмы. Они постоянно говорят, папа, это рифма. И говорят какое-то слово. И удивительно. Но это действительно рифма получается? Да. То есть, к слову, улица. Ромаша придумала рифму. Курица, а Маргоша суперкруто. Ух, какие мурицы. Нормально. Я потом понял, что улица с улицы они подсмотрели в моей песне «Дождь до вторника», которую часто слушали. Это просто совпадение. Это совпадение. Что ты? Все где-то уже когда-то кем-то придумано. Вы же просто только транслируете это все. Ну, скажи мне, пожалуйста, есть ли любимые песни папины? Говорят ли они уже какие-то такие вещи наподобие, что я тоже буду выступать? А может быть, берут гитару уже? Я купил новый укулеле. У меня раньше было много укулелек, но я все раздавал, когда нужно. А вот благодарительный вечер, может ли что-то какое-то. Или вот была программа «Пока все дома», в гостях. Нужно тоже было дать подарок. И вот у меня был расходный материал. А поэтому сейчас купил укулеле подороже немножечко, чтобы так легко не расставаться. И в частности для того, чтобы дети тоже играли. Потому что когда укулеле было дома, то Маргоша уже в три года знала два аккорда. И вот что-то брейнкал на них. А сейчас я думаю, что она уже более осмысленно подойдет к этому. Что касается детских песен, наверняка они есть у тебя? Да, есть. На альбом, к сожалению, я просто вспомнил уже недавно. У нас же есть песня «Письмо Маргоше». Жалко, что она... Вот это то, что можно было еще. С пластинкой получилось очень репрезентативно. Я очень... И вот как уже повторюсь, я там получилось впервые в жизни выразиться так, как хотелось бы. То есть вот безоговорочная она получилась. Все время давал альбом и говорил, ну вот это вот тут вот Чиша Маргулис поет. Это все, там у нас вот три песни там. Вот это вот тут вот мы без барабанов сделали. Это вот у нас специально вот это там вот. А вот это вот мы живьем записали, поэтому там вот эта песня первая прямо не слушать. Она что-то у нас не получилась. Вот здесь альбом, который можно просто отдать и ничего не говорить. И любому человеку, который знает нас хорошо. Абсолютно уверен. Который первый раз вот будет слушать. И я подумал, надо же, вот все, что хотелось, мы там записали. Сейчас вспомним, что письмо Маргоше. Возможно, это вот единственная песня, которая не вошла в этот альбом, которой бы хотелось бы, чтобы еще бы чуть-чуть расширили бы там спектр представлений о нас. Ром, дорогой, скажи, пожалуйста. Ну вот, конечно, ты подумывал, да, наверное, когда планировал запись этого альбома. Все-таки шесть лет у тебя было на этом, понимаешь? На записи очередного альбома. Не было у тебя, может быть, в последнее время все-таки случалось, что посещали мысли. А может быть, так, жанры как-то сменить куда-то и что-нибудь там зачитать. И так в хип-хоп аккуратненько так переметнуться. В хип-хоп точно нет. Потому что все жанры, которые мне органичны, я стараюсь их пробовать. Вот на альбоме «Мы с джазом, музыкантом». Там будут у нас какие-то рок-эксперименты. Есть пара блюзовых номеров. Есть что-то более актуальное. Мы пели песню «Улетай на юг». Там, в принципе, есть даже речитатив в куплетах. Но что-то вот играть во что-то-то вообще неинтересно. Почему? Ну, такой я в другом жанре работаю. Я же не артист, мы не перевоплощаемся. Мы, наоборот, что-то стараемся, то, что идет изнутри нас, доносить. И поэтому этого нет. Это неорганично. Да, это неорганично. И это ушло в то же время, когда и какие-то мои остросоциальные песни. Вот эта вот игра в какие-то жанры. Вот такие вот именно неестественные. То есть и в хип-хоп, и в рэп ты уже наигрался в свое время? Никогда я не тянул. Притом, что я очень люблю. Я очень люблю слушать. У меня там, я люблю Касту, люблю Оксимирона. Люблю, ну, меньше, я больше люблю Нойзи МС. Вот отдельно там Влади. Ну, то есть мы и Колямба слушаем. А, кстати, у Темы есть отличная песня. Реальный щит называлась. Кузнец реальный щит. Целая эпичная история. Где-то можно послушать? Сайт проекта Бонч Бруевич. Это Тёмин кухонный проект. Я обожаю. Бонч Бруевич.ру. На Итюнс есть, и здесь есть. Слушайте, три альбома великолепны. Три альбома великой группы. Хорошо. Кухонный андеграундного проекта Бонч Бруевич. И у Колямбы осенью даже выйдет. Коля записал тоже сольную пластинку. Ну, потому что в процессе записи. Прекрасно. А вот он еще столкнется, хапнет еще, когда начнет заниматься ее хотя бы на каждом шагу. Давно не выпускали альбом. Оказалось, вот так сложно. На каждом шагу даже залить на Итюнс это целое. Друзья мои дорогие, давайте больше не расслабляться. Никаких вот этих вот 6, 5 и даже 4 года между альбомами это просто категорически запрещено. Во-первых, как сейчас делают? По синглу лучше выпускать. Конечно, мы сейчас сделаем какие-то сборники, потом мы сделаем, благодаря Итюнсу можно, но не сделая физический носитель, можно сделать, и у нас есть неизданные альбомы. В 2008 году мы записали пластинку, так и неизданные. Сейчас это хороший инфоповод просто ее обмородовать. Конечно, 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 конечно. Мы искренне благодарим за сегодняшнюю нашу встречу у вас, друзья, правда, от всей души. Спасибо. Поздравляем с наступающими, двигающимися, очень хорошими, хорошими, приятными такие для музыкантов и для их поклонников всегда событиями. Мы очень ждем клип-фром до следующей недели. Да. В 20 часов. В премьерах, да. Ждем, конечно, концертов, ждем диско-альбома. Все пришлем, пришлем вам диск. Творческих успехов. Спасибо. И в следующей нашей встрече, пусть она будет не какие-нибудь через 2 года, а там, ну, давайте, через месяц, например. Приходите к нам на презентацию. Ромарио. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Ромарио. Что у нас под занавесом, что мы слушаем? После песни давайте пропьем федеральный бюджет, хочется спеть «Улетаемое похмелье». Она как раз вот написана была в том состоянии, про которое я говорил. Это песня «Энтеразгель». Если вдруг сегодня кто-то решит что-то злоупотребить, то она как раз и лучше слушает с вечера, и она снимает. А утром закрепите успех, и она снимет остаточное явление. Доктор. Улетаемое похмелье в те забытые края, где с утра поется блюз и пьется ром. Вроде сел давно на мелья, но вчера зашли друзья. Ни какао же глушит нам вчетвером. Вроде сел давно на мелья, но вчера зашли друзья. Ни какао же глушит нам вчетвером. Улетай, мое похмелье, выдыхай вчерашний дым. И забудь про ту, что впредь не извинит. Не дразни меня портфейном, не гони за разливным. Кока-колокол вовсю по мне звонит. Не дразни меня портфейном, не гони за разливным. Кока-колокол, вовсю по мне звони. Улетай, мое похмелье, Поднимай меня с перин. И не злись на то, что я сегодня строг. Пахнет осень карамелью, Пахнет счастьем аспирин, Перегаром пахнет автор этих строг. Пахнет осень карамелью, Пахнет счастьем аспирин, Аспирином скромный автор этих строг. Улетай, мое похмелье, Улетай, мое похмелье, Улетай, мое похмелье, Улетай, улетай, улетай.